Игроделы, привет! И в сегодняшнем видео мы с вами сделаем очень интересную логику. Мы с вами сделаем таким образом, что вот видите, у нас есть дверь и здесь есть кодовый замок. Допустим, я его нажимаю и он мне здесь говорит, введите код. Если я ввожу код, допустим, какой-нибудь неверный, нажимая Accept, он мне пишет неверный код. Введите код еще раз. Допустим, если я ввожу код, понимая, что мне нужно этот код очистить, нажимая Clear и, допустим, заново его еще раз ввожу. Нажимая Clear, также могу, в принципе, закрыть и вот этот вот замок и подойти к нему еще раз. И теперь, что еще, кстати говоря, мы сделаем интересного. То, что у нас будет максимальное значение 4, то есть не будет такого, что игрок сможет вводить кучу значений каких-то и так далее. То есть 4 значения, если он ввел неправильно, то вот оно все, это очищается. Если же мы видим правильный код, у меня это 8943 и нажму Accept, то мы видим, что дверь наша открывается. Вот таким вот образом мы с вами сегодня и сделаем. Также напомню, что у меня есть закрытый Telegram-чат, в котором есть как свободное общение по играм, так есть разделы по Unreal Engine и программированию, также разделы по 3D и разделы с просто огромнейшим паком бесплатных ассетов. И эта группа постоянно обновляется. Чтобы получить ссылку приглашения в этот чат с доступом навсегда, то можете отправить любой донат, и я вам пришлю ссылку приглашения в ответ. Если же вы хотите получать от меня еще дополнительно два эксклюзивных видео урока, которых не будет на YouTube, то в таком случае вы можете оформить на Boosty подписку, и вы ежемесячно будете получать два эксклюзивных видео урока, и также вам откроется доступ к предыдущим видео, которые были еще до вашей подписки. Все ссылки внизу в описании. Ну а мы с вами теперь приступаем к видео. Итак, я уже создал здесь сцену, такую простенькую, то есть вот видим, что здесь наш такой электронный замок, ну и, соответственно, дверь. То есть как вот это все раскидывать на сцену, я думаю, смысла показывать нет. То есть просто берете там блюпринты, мэши, накидываете сюда, и все. То есть это не тема видео, поэтому надеюсь, что вы с этим справитесь, тем более что уроков много. Давайте теперь с вами сделаем line trace, который будет определять, что мы вообще как бы наши двери коснулись. Поэтому давайте перейдем с вами в нашу персонажу. Third person, blueprint, и получается вот сюда. И давайте на клавишу F, давайте F, keyboard, мы будем пускать наш trace. Поэтому давайте вытаскиваем line trace by channel. И так как у нас игрок от первого лица, то в таком случае trace немножко будет отличаться от того trace, который кидается, когда мы играем от третьего лица. Вот. То есть здесь нам нужно сделать следующим образом. Мы достаем здесь first person camera. Дальше get world location. Отсюда же достаем get world rotation. Из world rotation достаем, здесь получается get forward vector. Дальше get world location кидаем в start. Дальше вот это мы ставим умножить, конвертируем во флот и здесь ставим 300. Опять же про line trace и в целом про trace у меня уже куча видео. Я уже просто из видео, видео устал их делать. Это в общем-то база, основа, вы должны это знать. Дальше нажимая плюс, кидаем вот сюда и кидаем вот сюда. Draw debug type ставим на for duration. Давайте скомпилируем, посмотрим, как у нас это будет работать. Запускаю. Итак, вот я нажимаю F и мы видим, что наш этот trace, он работает. Теперь давайте с вами создадим логику, определение, что мы коснулись нашей двери. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Перейдем в blueprint нашего вот этого вот замка. Так, вот получается bblog. То есть я немножко поправлю себя. Я не хочу, чтобы мы касались двери. Я хочу, чтобы мы касались нашего вот этого вот замка. Опять же, не тема видео, но как это все добавить, я надеюсь, что вы знаете. Итак, давайте здесь вот нажмем вот сюда. Вот здесь пропишем тег. И здесь нажмем плюс, и пусть будет называться lock. Такой вот тег. Обязательно убедитесь, чтобы у вас здесь была такая иерархия. Актор, да, то есть чтобы вы сделали тег для актора. Не для какого-то компонента, а именно для актора. После этого переходим в blueprint for person character. Здесь, получается, делаем break hit result. b-левая кнопка мыши. Горячие клавиши, запоминайте. Так, давайте это сюда. Это вот сюда. Ну и, соответственно, здесь hit actor. Прописываем. Hector has tag. И вписываем тот тег, который мы с вами только что создали. Он называется у нас lock. Давайте. b-левая кнопка мыши. Просовываем это теперь вот сюда. Это вот сюда. И давайте сделаем такую простенькую проверку, что у нас теперь все работает. Копилируем, сохраняем. Давайте смотрим. Все, отлично. Я вижу, что у меня выводится hello. Все, значит, теперь определение нашего вот этого вот замка есть. Теперь давайте с вами перейдем к созданию виджета, где, в принципе, и будет происходить вся основа. Поэтому давайте, в принципе, вот этот bp-log мы с вами закроем. Он вам, в принципе, больше не нужен. Вот этот blueprint мы пока что оставляем. Итак, давайте с вами где-нибудь создадим виджет. Давайте прямо здесь в контент. Так, в грубую пойдем. Не будем никаких папок создавать. Здесь получается user interface widget blueprint. Дальше. Нажимаем сюда и прописываем в bp-logpad. Таким образом. Заходим сюда. Так, давайте нажимаем сюда на палет, если у вас вдруг что-то другое открылось. Так, ну и, конечно же, нам нужен canvas. У меня, кстати говоря, есть цикл видео по созданию главного меню. Он сейчас добавляется, этот цикл. Там, если что, больше про виджеты у меня рассказано. То есть, что за canvas panel и так далее. То есть, много нюансов там рассказано. Здесь я буду пробегаться только лишь вскользь. И теперь, смотрите, нам нужна такая вещь, как uniform grid panel. Uniform grid panel – это такая вещь, которая помогает располагать какие-либо объекты, подгоняет элементы виджета, дочерние элементы. Мы сейчас будем цеплять кнопки, которые автоматически эти элементы располагают. Ну и, соответственно, автоматически их двигает. В общем-то, сейчас поймете, о чем я. Давайте вот это вот сюда. Давайте вот этот якорь закинем куда-нибудь вот сюда. И здесь position x ставим 0. Position y тоже ставим 0. И давайте вот это вот место куда-нибудь вот сюда. Это тоже подвинем как-нибудь вот так вот. Давайте растянем. Сделаем вот таким образом. Теперь что мы делаем? Мы здесь добавляем наши кнопки. Прописываем button. Кидаем это вот сюда. То есть, вот мы видим, что у нас появляется наша вот эта вот кнопка. Дальше, что я бы хотел сделать, это сразу же к этой кнопке закинуть текст. То есть, берем текст и сразу же кидаем это вот сюда. Видим, да, то, что оно у нас все здесь автоматически растягивается. Что мне, в принципе, и нужно. Дальше. Давайте, знаете, как сделаем? Здесь просто напишем button. И будем теперь это все дело дублировать. Нажимаем Ctrl D. Дальше нажимаем здесь стрелку. Видим, да, то, что у нас автоматически это подвинулось. Дальше. Ctrl D. Нажимаем вот сюда. И видим, да, как у нас эти элементы располагаются. То есть, это вот Uniform Grid Panel. За что я отвечаю? То есть, такая вот как бы сетка. Дальше получается, давайте, Ctrl D. Это сюда. Ctrl D. Это сюда. Ctrl D. Это сюда. Ctrl D. Сюда. Ctrl D. Сюда. Ctrl D. Сюда. Ну и давайте еще. Ctrl D. Это вот сюда. И теперь еще раз Ctrl D. И уже здесь два раза. Таким образом. Теперь, что нам необходимо сделать? Нам надо выделить вот эти вот все кнопки. Выделяем их. И здесь делаем их на весь. Ну, как бы мы заполняем просто нашу вот эту сетку. Поэтому берем, нажимаем сюда. И нажимаем вот сюда. Видим, какая у нас конструкция получается. Теперь нам здесь нужно добавить Padding. То есть, такое как бы... Ну, чтобы у нас они немножко... Был такой отступ. То есть, можно, конечно, это все делать с помощью такой штуки, как Spacer. Сейчас этого не делайте. Вот, Spacer. Но здесь Grid Panel позволяет это все делать намного удобнее. Для этого мы нажимаем на Uniform Grid Panel. И здесь, где у нас слот Padding. Слева давайте поставим с вами десятку. Видим, да, что получается. И сверху поставим с вами десятку. Вот таким образом. Теперь давайте вот эти вот кнопки более осмысленно назовем. Сейчас немножко такая муторная работа будет. Поэтому давайте. Button 1. Здесь получается просто... Давайте. TB 1. Здесь, где у нас текст. Прописываем 1. Дальше. Button 2. Так, давайте здесь выделяем. Ставим Button 2. Здесь TB 2. TextBlock 2, да? Так, что он не хочет у нас? Ну, да, вот все отлично. И здесь TextBlock тоже ставим 2. В общем-то, сделайте это все. Вот то, что мы сейчас проделали для всех остальных кнопок. Но кроме вот этой и вот этой. Все, я сейчас это сделаю и к вам, соответственно, вернусь. Итак, вот такая вот конструкция у меня получилась. То есть мы более-менее нашим кнопкам дали название. Все проименование. Дали наименование нормальное. Ну, вот последнее, что я бы хотел сделать. Здесь получается вот эту кнопку. Давайте мы нажмем Accept. То есть принять код. Давайте здесь также пропишем TB Accept. И здесь тоже пропишем Accept. Дальше. Здесь получается, заходим сюда. Давайте это... Кстати говоря, давайте здесь пропишем все-таки Button Accept, чтобы не путаться. И здесь получается Button Clear. То есть это будет очищать наш виджет. Давайте здесь тоже TB Clear. Потому что главное в виджетах осмысленно все называть, чтобы потом не запутаться. Здесь прописываем Clear. И давайте, на самом деле, я пока сейчас заполнял. Я подумал, что почему бы нам еще одну кнопку не сделать. Просто кнопку отмены. Поэтому давайте Ctrl D. Нажимаем это вот сюда. Нажимаем это. Называем точнее Button Close. Вот так вот. Дальше заходим сюда. TB Close. И здесь просто так же прописываем Close. Вот такая вот у нас штука получается. Такой вот код. Опять же, вы можете тут цвета менять, делать все, что хотите. Опять же, больше удариться в визуал, если вам это необходимо. И теперь давайте здесь введем такую какую-нибудь штуку, которая будет показывать, какие значения мы вообще ввели. Поэтому я это буду делать. Ну, на самом деле, можно много здесь вариантов придумать. Я попробую здесь сделать через Horizontal Box. Просто беру, накидываю вот сюда. Вот он, Horizontal Box у меня появился. Давайте вот этот якорь возьму. Куда-нибудь сюда перетащу. И здесь получается Position X 0. И здесь тоже ставлю 0. Давайте теперь я это все сделаю шире. Давайте вот так. Вот таким вот образом. Все. То есть здесь теперь будут выводиться те значения, которые мы с вами будем вводить. Единственное, что здесь еще необходимо добавить. Прописываем здесь текст. Засовываем это вот сюда прям. Текст. И давайте здесь нажмем Fill. И выровняем здесь по центру. И назовем это, получается, InterCode. Таким образом. То есть здесь будет вводиться наш код. Самое главное. Это прям вот убедительная просьба. Если вы новичок, сейчас вот не ошибитесь. Здесь поставьте галочку Is Variable. Чтобы мы могли вот эту штуку, вот этот текст потом, соответственно, менять. Все. Компилируем. Сохраняем это все дело. Давайте это, кстати, сюда передащим. Давайте проверим, как у нас этот виджет вообще работает. Давайте. Вот это, в принципе, можем здесь закрыть. Это я перешел в блюпринт моего персонажа. И давайте сделаем таким образом. Create Widget. Выбираем наш VBP Lockpad. Дальше. Promote to Variable. Делаем это переменной. Сразу же переименовываем. VBP Lockpad. Ну и дальше получается Add to Viewport. Таким вот образом добавляем. И давайте посмотрим. Компилируем. Сохраним. Давайте подходим. И все. Вот мы видим то, что у нас появляется наш дататут виджет. Единственное, что нам сейчас необходимо сделать. Смотрите. Дело в том, что нам, естественно, нужен курсор, который бы позволял нам выбирать эти кнопки. Ну и, соответственно, я бы не хотел еще и двигаться. Потому что я могу двигаться. Ну, это как-то не очень прикольно. Поэтому давайте этим и займемся. Прописываем здесь Get Player Controller. Здесь вытягиваем Set Show Mouse Curse. Чтобы у нас был виден наш курсор. Нажимаем здесь галочку. Дальше отсюда вытягиваем. Прописываем Set Input UI Only. Вот этот UI. Засовываем это вот сюда. Ну и виджет, который должен быть в фокусе, мы просовываем это сюда. Все. Давайте посмотрим. Компилируем. Сохраним. Переходим. Подбегаем к двери. Нажимаем. И вот мы видим курсор. Все. Кнопки у нас работают. Все хорошо. Теперь давайте с вами займемся еще одной муторной вещью. Но, к сожалению, по-другому никак. Давайте. Переходим в EVP Lockpad. В Graph. И теперь смотрите. Почему? Кстати говоря, вот это давайте удалим. Почему вообще мы все это осмысленно называли? Потому что теперь я вижу, где у меня кнопка 1, где у меня кнопка 2 и так далее. То есть где какая кнопка. Поэтому, что мы теперь делаем? Берем Button 1. Здесь On Clicked. Нажимаем вот сюда. Дальше. Button 2. On Clicked. Нажимаем вот сюда. 3. Клик. 4. Тоже клик. Ну, в общем-то, вы суть поняли. Нажимаем таким образом. Потом сюда. Сюда. То есть мы сейчас будем на каждую кнопку делать определенную логику. У меня вот, кстати говоря, какие-то хейтеры на прошлом видео говорили в комментариях. Типа зачем там нужны таблицы данных, структуры, которые я создавал. Вот как раз таки, чтобы не было такого вот ненужного дублирования. Я бы, конечно, мог это все сделать по-другому. Но я не хочу вас перегружать еще таблицами данными, структурами и так далее. Поэтому пойдем таким образом. Поэтому это вот ответ на мое предыдущее видео. Тем комментаторам, которые там сказали, почему я сделал так, а не иначе. Так, все. Вот мы видим, что у нас все вот эти кнопки теперь готовы. И теперь делаем следующим образом. Давайте вот это все вот так вот куда-нибудь оттянем. И теперь смотрите, важная вещь. Если мы сейчас... Давайте я перейду в игру. Вот предположим, да, что мы сейчас все сделали, все настроили. Я нажимаю кнопку там 1, 2, там 5, 6, 8, да. И вот этот текст, он будет выводиться здесь. Вот эти все цифры, которые мы ввели, будут здесь. Но смотрите, может быть такая ситуация, что игрок ведет там 500 этих чисел. И вот эти все 500 чисел, они куда-то вообще, ну... Да даже не 500, а даже 10 хватит, чтобы оно уже все начало куда-то выходить там. Ну, чтобы было некрасиво. Поэтому я предлагаю, если опять же это вам необходимо, сделать таким образом. Я хочу создать ограничения. То есть я хочу, чтобы у меня здесь было не более 4 чисел. Если вы хотите, чтобы у вас было там 5, 6, пожалуйста, можете этого делать. Но сделать это нужно обязательно. Потому что если не сделаете, то там можно вводить чисел хоть 10, хоть 20 штук. Что я считаю не очень хорошо. Поэтому переходим сюда, где у нас переменные. Нажимаем плюс. И здесь сделаем такое вот. Count. CountInteger. Опять же, можно это все не через массив сделать, но я сделаю таким образом. Давайте сюда и сделаем это Integer. И нам еще, кстати говоря, нужна еще одна переменная. Давайте здесь Variables. Давайте назовем это InputNumber. И сделаем это, получается, текстом. И теперь смотрите, какая у нас будет ситуация. Тут, на самом деле, может быть для новичков очень сложно. Но те, кто чуть попродвинутее, поймут, что, в принципе, все логично и все прикольно. Поэтому делаем таким образом. Здесь B, левая кнопка мыши. Просовываем это вот сюда. CountInteger. Просовываем сюда. Делаем Get. Здесь делаем NatEqual. И здесь задаем значение. То есть, если у нас... Давайте я сейчас все сделаю. Сначала код полностью напишу. И, соответственно, потом объясню, как это все будет работать. Дальше, смотрите, я тут перепутал. Здесь не текст, а именно String. Делаем String. Кидаем теперь это вот сюда. Get. И здесь такая вещь есть, как Append. То есть, Append это такое, как бы, расширение, сложение. Ну, сложение не в том понимании, как плюс, да, а просто мы задаем нашему тексту какое-либо дополнительное значение. Давайте так скажу, прям вообще аутлированно. И здесь мы ставим единицу. Дальше берем InputNumber. Делаем Set. Здесь True. Это сюда. Дальше берем этот интер-код. Get. И здесь прописываем Set. Текст. И выбираем Set. Текст. Текст. Таким образом. Это сюда. Это сюда. Дальше берем этот аккаунт Integer. Кидаем сюда. Здесь инкрементируем. Increment Int. Это засовываем сюда. И, соответственно, каунт Integer. Делаем Set. Сюда. И вот сюда. Давайте скомпилируем, сохраним. Я вам просто сейчас покажу, как это работает, а потом объясню. Давайте. Я захожу. Нажимаю. Нажимаю 1, 1, 1, 1. Видим, да, что у меня значение теперь здесь 4 значения. Если я нажму единицу еще раз, то все. Текст дальше не идет. То есть все. Это как бы максимум. Вот. Поэтому, кстати говоря, давайте перейдем сюда. И где у нас здесь интер-код. Перейдем в дизайнер. Здесь интер-код. Текст-блок. Давайте просто поставим здесь даже не 0, а вообще пустота. Потому что у нас там текст-блок. Хотя, в принципе, кстати говоря, можем сделать таким образом. Введите код. Таким образом можем вписать. В принципе, так даже будет поинтереснее. В общем-то, как это теперь все дело работает. Смотрите. Мы, когда будем нажимать на какую-либо кнопку, у нас будет наш count integer увеличиваться. И сразу же это значение прибавляться. И мы проверяем. То есть, если у нас count integer не равен 4, то в таком случае, да, мы можем добавлять различный текст. Ну, вот верхнюю вот эту графу, которая наши числа выводит, да. И, в принципе, вот как эта вся логика работает. То есть, мы просто передаем одно значение как бы в другие значения, да. То есть, вот в интер-код. И теперь, смотрите, еще один важный момент. Давайте вот это вот все возьмем, чуть оттянем куда-нибудь вот сюда. Момент заключается вот в чем. Я хочу, чтобы когда мой игрок ввел 4 числа, и он пытается ввести 5, чтобы вот этот вот, вот этот виджет, да, он у меня обнулялся текст. Чтобы я явно дал понять, что здесь 4 числа. Поэтому давай-ка начинай заново. Как это делать? Мы берем этот count integer set. Делаем его 0. То есть, мы его обнуляем. Далее, берем вот это, вот это, вот это, вот это. Ctrl-C. Давайте куда-нибудь сюда. И вставляю это таким вот образом. Давайте как-нибудь выровняю, чтобы все было более-менее видно. Компилирую, сохраняю. И давайте покажу, как это теперь будет работать. Давайте переходим. Нажимаю. 1, 1, 1, 1. Вот я хочу нажать еще одно значение. Видим то, что оно у нас пропадает, обнуляется. Нажимаю еще раз. Ну, вот так вот это работает. И теперь нам нужно вот это вот все дело просто брать. Ctrl-C. И для других кнопок настраивать. Поэтому давайте я это все оттащу к нам сюда. Если хотите, можете функции обернуть, в макросы. По-моему, если, конечно, они здесь есть. Да, макросы есть в виджете. Вот. Также можете сколлапсировать в ноду. Ну, в общем, как хотите. Так. И здесь единственное, что для каждой кнопки у нас есть такой вот важный момент. Где у нас здесь append? Мы ставим здесь значение непосредственно нашей кнопки. 2. Видим, да? Здесь кнопка 2. Значит, мы здесь ставим 2. Дальше. Где у нас здесь кнопка 3? Также давайте копируем, вставляем. Тащим это куда-нибудь вот сюда. Сюда. Ставим здесь тоже 3. Теперь ищем четвертую кнопку. Давайте ее куда-нибудь оттащим тоже. Здесь, конечно, полный бардак будет. Давайте это сюда. Просовываем это сюда. Просовываем это сюда. Дальше. 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 Где у нас семерка? Вставляем это вот сюда. Это вот сюда. Так. Какая это у нас семерка? Да. Поэтому здесь мы ставим, естественно, с вами тоже 7. Так. Осталось еще немного. Давайте восьмерка. Вставляю теперь это дело вот сюда. Это у нас тоже восьмерка. Где у нас теперь? Так. Девятка, да. Вот 9. Давайте тоже куда-нибудь оттащим. Ставим это куда-нибудь вот сюда. Делаем так вот. И здесь ставим девятку. Давайте компилирую, сохраняю. И давайте посмотрим, как у нас теперь в целом это будет работать. Давайте подхожу. И ввожу, допустим, 1, 5, 6, 9. Все. То есть нажимаю еще. Вот. Не работает. Ну, в общем, вот так вот это все у нас теперь работает. Все. Теперь нам нужно настроить с вами Clear. То есть очищать эту самую кнопку. Закрывать виджет. Ну и, соответственно, принимать наш код. Поэтому давайте с вами перейдем к кнопке, получается, очистки. То есть где у нас здесь? Button Clear. Давайте это оттащим куда-нибудь вот сюда. Ну и, в принципе, здесь на самом деле все просто. Мы берем вот этот код. Вот. То есть, еще раз, да, где это все находится. Берем этот код. Так, где он у нас здесь? Куда я его оттащил? Вот сюда. И просто ставлю это здесь. Давайте проверим сразу. После каждого действия будем проверять, чтобы вы тоже сверяли, что у вас все получается. Давайте. 5, 6, 4. Нажимаю Clear. Все. Оно обнуляется. Вот таким вот образом это теперь у нас с вами и работает. Отлично. Итак. С этим мы с вами разобрались. Теперь что у нас там еще есть? Есть Close. Давайте, в принципе, сделаем логику на Close. Так. Нам, кстати говоря, вот Button Accept и Button Close, они нам нужны где-нибудь рядом. То есть, их как бы далеко не уносите. Давайте Button Close. Здесь сделаем таким образом. Get Player Controller. То есть, будем убирать наш курсор. Прописываем Set Show Mouse Curse. Засовываем это вот сюда. Галочку здесь не ставим. Ну и получается Set Input Game Only. Просовываем сюда. Это вот сюда. Ну и делаем с вами Remove From Parent. Просто прописываем Remove From Parent. То есть, мы с вами удаляем этот виджет. Вот и все. Давайте. Компилируем, сохраняем, проверяем. Переходим. Так. Вот, допустим, ввел какой-то код. Нажимаю Close. И все. Я могу теперь снова двигаться. Перехожу сюда. И у меня снова, видите? Введите код? Нажимаю Close. Вот таким образом это работает. Так. Ну и теперь нам нужно с вами ввести логику для нашего Accept. Что у нас все... Ну, чтобы вот этот код принял наши значения. Поэтому нам нужно создать еще одну переменную. Давайте нажмем плюс. А это будет у нас называться Correct Password. И здесь, смотрите, есть очень важный нюанс. Поставьте здесь Instance Editable. Нажмите сюда. И Expose on Spawn. Нажмите сюда. Скомпилируйте и сохраните. Зачем я вообще это сделал? Давайте перейдем теперь в BPF Personal Character. Здесь, где у нас есть Create Widget. Смотрите, нажимаю правой кнопкой мыши. Refresh Notes. И видите, у нас появляется теперь такая вещь, как Correct Password. То есть мы теперь код можем задавать здесь. Допустим, давайте 8, 9, 4, 3. Вот что-то типа такого. Почему я вообще это сделал здесь? Потому что, допустим, если у вас в игре будет несколько таких кодовых замков, чтобы вы могли код задавать сразу же здесь. То есть чтобы не прописывать этот код здесь. Я считаю, так будет намного правильнее. Если вы, конечно, еще создадите отдельный актер-компонент, то это будет вообще замечательно. Но, тем не менее, можно пойти и таким образом. Итак, после этого мы делаем такую проверку. Если у нас наш Input Number Get Exactly Equal, вот таким вот образом, видите, такие три здесь знака равно, то мы это делаем Correct Password. Дальше. Б левая кнопка мыши. Это сюда. Это сюда. То есть если код верный, то мы в таком случае просто берем здесь True, тянем вот сюда. То есть, в принципе, та же самая логика, которая у нас идет на закрытие, на закрытие виджета. Если же неправда, то в таком случае мы с вами достаем здесь InterCode. Здесь прописываем SetText. Вот это вот. Прописываем здесь неверный код. Это вот сюда. Дальше делаем здесь небольшую задержку. Просто Delay. Чтобы у нас этот текст, неверный код, он у нас, ну, допустим, в секунду повисел. И после этого мы с вами, где у нас логика здесь Clear, вот она, Button Clear. Давайте это берем. Тащим куда-нибудь вот сюда, рядом. Чтобы еще, как бы, дубль не делать, да? И прописываем это теперь вот сюда. Давайте скомпилируем, посмотрим, как у нас теперь это работает. Так, код у нас там, я уже, кстати говоря, код забыл. Код у нас 8943. Давайте посмотрим. Захожу. Прописываю 8943. Нажимаю Accept. Все, у нас все закрывается. Отлично. То есть, все у нас работает. Теперь нам нужно сделать таким образом, чтобы просто наша дверь, ну, открывалась, уничтожалась. Не знаю, тут уже самостоятельно логику двери сделаете, потому что на YouTube уже миллиард, наверное, видео, как открывать двери различными способами. Поэтому давайте я просто эту дверь буду дестроить. Я не хочу сейчас сделать тальтаймлайн и прочее, прочее. Поэтому переходим обратно с вами в виджет. И здесь создаем новую переменную. Нажимаем плюс и прописываем B из Accept Password. И делаем это, естественно, буллин. Так. Соответственно, если наш код верный, то мы в таком случае берем это, просуиваем сюда, это сюда, это сюда. Ну и получается, в принципе, давайте, знаете, как сделаем. Сейчас просто я посмотрел, так на самом деле будет такая ошибка. Давайте, знаете, как? Вот так вот просто берем Ctrl-C и вот это дело. Ну, там не ошибка будет, там баг появится. То, что у нас, в принципе, код будет приниматься, даже когда мы просто нажмем на кнопку закрыть. Поэтому сделаем таким образом. Вот, проверьте, что у вас все таки... Вот так вот, да? Если же у нас не совпадает, то есть идет логика по False, то в таком случае мы здесь просто ставим вот таким образом. Компилируем, сохраняем. Теперь переходим в BP for personal character и нам нужно сделать проверку. Проверка мне нужна это постоянно. То есть, ну, как бы, какие значения у нас были введены. Поэтому здесь прописываем set timer by event. Здесь получается get world delta seconds. Создаем event. Custom event. И прописываем здесь check numbers. И теперь с вами достаем здесь так, где у нас виджет. Да, виджет этот. Get. Дальше достаем здесь такую вещь, как is accept password. Делаем проверку. Б левая кнопка мыши. Это сюда. Это сюда. То есть, если у нас код принят, то в таком случае идем по труб. Поэтому get actor of class. Получаем нашу дверь. BP door. Ну и просто ее с вами дестроим. Просто уничтожаем и все. Опять же, здесь у вас должна быть логика открывания двери. Опять же, на ютубе миллион видео. Не хочу сюда это еще засовывать. Итак, после этого давайте вот этот таймер мы с вами очистим. Поэтому берем здесь, прописываем clear clear таймер таким образом. Я не уверен, что, кстати говоря, таймер очистится таким вот образом, потому что я обычно все это в функциях делает. Ну, в общем, вроде как должно. Поэтому давайте вот это возьмем, вставим это вот сюда и все. Чтобы у нас потом этот таймер не работал постоянно. То есть, мы его таким образом очищаем. Так, и здесь последнее, что я, кстати говоря, еще забыл сделать, здесь поставить лупин. Компилируем. Давайте посмотрим. Проверим, что у нас код этот работает. Давайте переходим. Прописываю 8, 9, 4, 3. Нажимаю accept. И мы видим, что дверь наша уничтожилась. Вот таким образом. И последнее, что, кстати говоря, я бы хотел сделать. Переходим в BP, точнее, в этот виджет. Здесь нам нужно еще сделать следующую вещь. То есть, если мы закрываем, то в таком случае count integer мы ставим в 0. Давайте, Ctrl-C, если же у нас accept, то мы тоже берем здесь вставим получается в 0. Давайте только вот этот remove from parent. Давайте вот так вот сделаем, чтобы у нас все работало нормально. Так, и последнее, что button clear. Ну, в принципе, да, здесь тоже можем вставить. Отлично. Компилируем, сохраняем, переходим в игру. И давайте проверим, как у нас теперь это работает. Давайте введем сначала код неверный. 1, 2, 3, accept, неверный код. Дальше вводим верный. 8, 9, 4, 3, accept. Все работает, все замечательно. Поэтому, на этом у меня все. Я надеюсь, что видео было вам полезным. Опять же, видео, ну, довольно сложное, там можно легко запутаться, но, опять же, в реализации тут нет ничего такого прям, ну, сложного, как на мой взгляд. поэтому не забывайте подписаться на канал, также заглядывайте в описание под видео, там условия, как вступить в закрытый телеграм-чат, ну, и как получать от меня ежемесячно два эксклюзивных видео урока, которых не будет на ютубе. В общем-то, все, увидимся с вами в следующих видео, и всем пока.